Вчера состоялся телефонный разговор между премьерами Казахстана и Кыргызстана. Они договорились об открытии всех пропускных пунктов на границе. До этого позавчера коллегия Евразийской экономической комиссии попросила Казахстан принять меры по отмене избыточного контроля на границе и решила создать по проблеме рабочую группу. На границе двух стран уже давно возникают проблемы с пропуском больших грузов. Это было и в прошлом году, и ранее. А с конца мая, года нынешнего, перед КПП на границе, стали возникать многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять по несколько дней. Потому что работали только два пункта из семи. Всего же в связи с пандемией Казахстан закрыл по периметру своей границы 20 контрольно-пропускных пунктов. 3 июня был даже проведен хронометраж на КПП Ахтилек. И за одно и то же время из Кыргызстана в Казахстан въехал в три раза больше машин, чем в обратную сторону. 9 июня перед заседанием Евразийской экономической комиссии ЕЭК, министр экономики Сандер Мукамбетов сказал на заседании парламентского комитета, что Кыргызстан готов заблокировать заседание ЕЭК, отозвав своих министров. Ну, один из вариантов, это вариант, можно отозвать наших министров. Когда мы отзываем наших министров, то ЕЭК не сможет принимать какие-либо решения, не будет форма. И можно, ну, как бы забайкотировать работу. С министром на парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности согласился и депутат Бахадыр Сулейманов, который требовал от правительства решительных мер. Надо отозвать наших министров. Не будет кворум. Ничего страшного. Месяц, два, три, пока мы не примем решение. Что мы? Получается, угрозы возымели действие. Рабочая группа ЕЭК высокого уровня теперь разработает план мероприятий. Кыргызстан же призывает поскорее ее сформировать. Казахская сторона ранее обвиняла Кыргызстан в несоблюдении норм и несоответствии реальности сертификатов грозов. Но на границе простаивал и транзитный гроз со всеми необходимыми пломбами. 11 февраля Кыргызстан пожаловался на действия Казахстана на заседание комитета Всемирной торговой организации в Женеве. Но казахская сторона выступила со встречной претензией, что таможенное управление Кыргызстана недостаточно. И это наносит ущерб не только Казахстану, но и другим странам ЕАЭС. Кыргызстан и ранее обращался в секретаре от ВТО, но никакого результата не добился. 1 октября прошлого года президент Диенбеков на заседании Высшего Евразийского экономсовета в Ереване предложил ввести тройной контроль на таможенных пунктах ЕАЭС по его внешней границе. Месяц назад, 19 мая, Диенбеков на заседании того же Совета, прошедшем в формате видеоконференции, предложил наделить коллегию ЕАЭК правом обращения в суд для штрафования при неустранении торговых барьеров. Ничего в этом плане не решено. Сам по себе Евразийский экономический союз оказался не совсем той организацией, которая нужна для таких менее развитых в экономическом отношении стран, как Кыргызстан. При вступлении в него в августе 2015 года все руководители Кыргызстана наперебой хвалили союз, но на самом деле страна просто превратилась в рынок сбыта товаров более развитых стран. Попутно страны-соседи создали свои логистические центры на границе с Китаем, фактически убив транзитную торговлю Кыргызстана, на которой страна неплохо зарабатывала. Говорилось, что надо переходить от реэкспорта к производству, но никакого особого нового производства в Кыргызстане не возникло. Это при том, что железная дорога Китая-Кыргызстан-Узбекистан уже почти 20 лет не строится. И при этом получалось, что свобода движения товаров в ЕАЭС не обеспечивается, и такие страны, как Кыргызстан, не могут в организации решить никакой интересующий их вопрос. Их просто никто не слушает. И как богатые дальше богатеют, а бедные дальше беднеют, так и в ЕАЭС более экономически сильные страны еще более усиливаются, а слабые еще более слабеют. Не факт, конечно, что теперь все вопросы решатся, но хотя бы какие-то рычаги воздействия нащупываются. Это была программа о главном ЕАЭЛе, Нарен Айеб. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok